Всех приветствую! Рассмотрим сегодня мини-компьютер Geekom Mini Air 11 начального уровня на процессоре Intel Celeron. Поставляется мини-компьютер в очень плотной коробке. На ней есть изображение самого устройства, модель, а также комплектация. Упаковка очень неплохая и надежно защитит мини-компьютер от любых потрясений во время транспортировки. Внутри типичная послойная укладка. И первым нас встречает конверт с благодарностью о том, что мы выбрали фирму Geekom. В комплекте идут винты для крепления задней пластины, с помощью которой мы можем закрепить мини-компьютер на стене или на мониторе. Типичный кабель HDMI метровый, а также адаптер питания. Он не выделяется чем-то особенным, у него стандартный разъем, стандартная вилка, он на 19 вольт, как большинство ноутбучных блоков питания. С внутренней стороны коробки написано «Мы любим, мы стремимся». Руководство пользователя меня вводит в уныние, так как это огромная портянка, которую я потом с трудом складываю. Руководство иллюстрировано. С обратной стороны памятка о мерах безопасности. Корпус мини-компьютера выполнен в таком же стиле, как и большинство других подобных устройств. Это небольшая коробочка, на передней панели которого находятся несколько разъемов, кнопка питания, кнопка сброса. Кнопка сброса скрыта от случайного нажатия. Слева находится полноценный порт для SD-карт, а также множество отверстий для вентиляции. Сзади набор более богатый. Три порта USB, один из которых Type-C на 10 Гбит. Проводная сеть, HDMI, DisplayPort в виде мини-разъема, а также порт питания. В верхней части корпуса видны выхлопные отверстия радиатора. На противоположном боку находится кенсингтонский замок, а также дополнительные отверстия для вентиляции. Верхняя панель глянцевая с логотипом, на ней находится защитная пленка. Как можно понять, забор воздуха происходит исключительно с боков, поэтому следите за чистотой и за тем, чтобы их не перегораждать. На дне типичные ножки резиновые с четырьмя винтами, места для крепления планки, а также информационная наклейка. Чтобы не перепутать, стрелкой указано место, где находится передняя панель. На первый взгляд, разборка и сборка не представляют каких-то особенных сложностей. Поэтому устройство, как всегда, разберем и посмотрим, что находится внутри. Первым делом, после включения, сразу перейдем в BIOS, он же UEFI, и посмотрим, что находится у него и доступно для настроек. Мини-компьютер поставляется с предустановленной в Windows 11. И после включения, нас ожидает стандартная процедура первоначальной настройки. Долго задерживаться не будем, поэтому сразу переходим к тестированию. Процессор Intel Celeron N5095 – хорошо известная четырехъядерная модель атомного происхождения. Его хватает на базовые офисные потребности, браузер и просмотр кино. Если верить данному бенчмарку, его одноядерная производительность находится на уровне Core 2 Duo поколения. Ну а мультипоток выходит за счет большего количества ядер. В моем случае установлена одна планка DDR4. Она работает на частоте 2666 МГц. При необходимости можно установить вторую планку, активировав двуканальный режим работы памяти. Это поможет выгадать еще немножко производительности для мини-ПК начального класса, где каждая деталь на счету. Результаты в Cinebench тоже не блещут каким-то выдающимся результатом. Все на уровне других целеронов. В мини-ПК установлен накопитель SSD Lexar, работающий через интерфейс SATA. Он тоже не показывает каких-то особенных результатов, но собственно бюджетному мини-ПК бюджетный накопитель. Но я попробовал поставить туда аемный вариант Samsung и полученные результаты NVMe накопителя я также приложу в виде дополнительного скриншота. Они тоже не блещут какими-то показателями. Хотя это схожая модель с 970 EVO. Производительность встроенной графики, конечно, тоже не будет блистать, так как кроме всего прочего установлен еще и один канал памяти. Показатели удручающие. В данном виде его не хватит даже на Skyrim не Special Edition, так как память работает в одном канале и слишком тяжело для графики. Но попробовать Cyberpunk я просто обязан. Так как это тестирование я провожу везде, можно сравнивать между собой абсолютно разные устройства. И так как эти устройства готовые, интересно сравнить между собой именно такие вот готовые решения. Что называется из коробки. Киберпанк дается тяжело даже на FSR ультра качество. А вот простенькие эмуляторы идут очень даже хорошо. Конечно, речь не идет о эмуляторах какой-нибудь PS3. Но Nintendo и Sega идут вполне бодро. А при наличии удобного геймпада мы получаем полноценную консоль. Я в итоге увлекся игрой, что забыл сделать полноценный скриншот для текстового обзора. Как уже известно, у данных процессоров нет никаких проблем с воспроизведением 4К. И данный мини-пк не показал каких-то других результатов. Все прошло идеально. Стресс-тест показал, что мини-компьютер греется очень мало. А кроме его небольшого нагрева, еще и очень маленький уровень шума. Мини-компьютер реально тихий. Комбинированная нагрузка смогла прогреть процессор лишь до 66 градусов. Что очень немного. На очереди разборка. Разбирается он так же, как и большинство других мини-компьютеров. Нижняя крышка держится на 4 винтах. И что интересно, винты держатся в крышке. Не выпадая. Оперативная память и накопитель доступны сразу для замены. У SSD сразу виден контроллер. И мы можем увидеть его без отрыва наклейки. Компоновка такая же, как и у других мини-компьютеров. Это материнская плата, с двух сторон которой находятся разъемы и различные компоненты. Бутерброда здесь никакого нет. Беспроводной модуль здесь установлен в виде маленькой платы. Очень хорошо, что вентилятор можно снять без полной разборки системы охлаждения. То есть его можно просто открутить и откинуть. Цепи питания находятся под общим контуром охлаждения, через термопрокладку. Сплавые трубки находятся под небольшим углом, скорее всего, для большей площади контакта. Данный мини-компьютер показал производительность на уровне других подобных решений. Выше Intel Celeron здесь не прыгнуть. Сам по себе процессор достаточно слабенький, но его хватит на браузер и простые офисные задачи. Ну, либо можно повесить его за телевизор и установить на него эмулятор приставок. Самым погрузиться в ностальгию. На этом я завершаю свой обзор. Всем спасибо. Всем пока.